Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео поговорим о романе Максима Жукова «Оборона тупика». Квентин Маяясу, современный французский философ, предложил концепцию революции в истории Вселенной. И он обозначил каждый революционный шаг числом Маяясу. Так число Ку-0 это пустое пространство-время. Ку-1 мертвая материя, Ку-2 живая материя, Ку-3 разум, Ку-4 сверхразум. Как можно догадаться, если мы так дальше пойдем, то Ку бесконечность мы припишем Богу. Книга Максима Жукова из жанра так называемой мягкой, гуманитарной фантастики. Сюжет крутится вокруг противостояния людей и сверхлюдей, которых в романе называют хьюманы. Хьюманы генетически изменили себя, свою ДНК. Они могут мимикрировать подлюдей, могут проходить сквозь стены, за исключением, когда вокруг стены установлено электромагнитное поле высокой напряженности. Обладают способности к регенерации тканей, в том числе после выстрелов из автоматов, могут влиять на сознание и действия людей, так называемый телекинез. И другие сверхспособности, которые обычным людям недоступны. А еще они долгожители, они могут жить очень долго, 250-300 лет и это не предел. Это серьезный противник, который поставил перед собой глобальную цель – захватить Землю и стать полноправным жителем этой планеты, полностью истребив людей. Это вполне реально, так как хьюманы долгожители и вполне могут мыслить на десятилетия и столетия вперед, в отличие от людей, которые вряд ли согласятся, работать на отдаленную перспективу без каких-то выгод для себя в этой жизни. Оборона тупика – такое название было выбрано так как, что бы люди ни делали, что бы они не предпринимали против хьюманов, скорее всего они проиграют. Если не сейчас, то через 50-100 лет. И если люди и обороняют себя каким бы то ни было образом, свой образ жизни, свои политические системы и так далее, то это оборона тупика. Так как против неуязвимых долгожителей с измененной ДНК и способностью к телекинезу и управлению мыслями и действиями других людей, у самих людей просто нет шансов. Это был очень краткий отзыв на фантастический роман Максима Жукова «Оборона тупика». Я вам рекомендую его прочитать. Я бы не хотел в этом отзыве вдаваться в подробный пересказ сюжета. Единственное, что я вам порекомендую, если у вас есть возможность, допустим, у вас два экземпляра книги, все-таки один экземпляр раздербанить и положить главы по хронологии. Потому что автор перескакивает, допустим, с 2000 года, потом в 2007, потом обратно в 2000, потом в 2025, потом обратно в 2014, в 2017, в 2010 и так далее. Он перескакивает по этим хронологическим веткам, и это достаточно тяжело воспринимается при чтении. Поэтому или же, если у вас один экземпляр, напишите себе на листочке, допустим, пролистайте книгу и напишите себе на листочке, на каких страницах находится какой год. И потом на листочке себе напишите, отсортируйте вот эти записи по возрастанию хронологии годов. И потом, соответственно, допустим, самая ранняя запись, допустим, 89 год. Я сейчас точно не помню, какая, потому что достаточно давно читал, поэтому даты стерлись из памяти. 89 год, например, страница, допустим, 115. Потом, 2000 год, допустим, июнь, страница, допустим, 3, 15, допустим, 110 и так далее. То есть вы вот таким образом это все расписываете, упорядочив это по хронологии. И потом, используя вот эту шпаргалку, вы прочитываете эту книгу в хронологическом порядке. В конце, в самом конце, на последней страничке, даны основные события этого романа. Но этого недостаточно, чтобы полностью понять и прочувствовать, что пережили герои. Роман поднимает важную тему. А что если среди нас живут сверхсущества? Что если среди нас живут вот такие долгожители, которые находятся у руководства других стран, у руководства крупных корпораций и так далее. И что они нашли способ передачи власти, по сути, самим себе. Ну, допустим, самим себе. Потому что это будет один и тот же генетический человек. Ну, в кавычках, опять же, человек. Существо. Одно и то же генетическое существо, только под разными именами. Потому что обычные люди не привыкли к тому, что рядом с ними находятся те, кто могут жить 250, 300, 400 лет и так далее. Опять же, книга позиционируется как фантастика, но, прочитав эту книгу, мы задаемся вопросами. А что если? Среди таких книг фантастических есть целая подборка, которая говорит нам о подобных... Начиная с братьев Стругацких, это Максим Жуков, Маркеев, Олег Маркеев, который тоже писал о таких необычных людях, одаренных, скажем так. И если начинать размышлять в эту сторону и задавать себе подобные вопросы, то станет понятно, что обычным людям, если это действительно так, то обычным людям совершенно невозможно ничего противопоставить. Особенно если эти сверхсущества могут управлять мыслями, действиями, желаниями обычных людей. Обычных тех, которые не обладают такими способностями. На этом я завершу наш разговор о научно-фантастическом романе Максима Жукова «Оборона тупика». И предлагаю вам прочитать этот роман, подумать над ним и сформировать свое мнение относительно этого романа. На этом я с вами прощаюсь, желаю всего хорошего и до новых встреч. Продолжение следует...